Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем проходить великолепную игру под названием Агата Найф, в которой нам предстоит создать своего собственного бога. Ну а сейчас задание найти некую пустую книгу с красной обложкой. Я думал, что в этом деле нам сможет помочь Ника, ведь она девочка не глупая, мы с вами об этом знаем, но Ника сказала, что ничего не может поделать. Правда, я кое-что вижу. Блокнот, но на него нажать никак нельзя. А у него, между прочим, как раз красная обложка. Ну ладно, погнали, побегаем еще по городу, посмотрим, где эту книгу можно отыскать. Оба-на, могу я пойти... Хм, Ника в своей комнате, а не на кухне. Я хотел погулять по дому Ники, но нет, нельзя. Жаль, жаль, жаль. Короче, надо искать какой-нибудь магазин или персонажа, что сможет мне помочь с этой книгой. Это магазин? Я не знаю, кто там живет. Сходим в другое место. Такс. Оу, коктейль из свиной крови и особенных специй. Невероятный коктейль, но использовать его нельзя на себе, да? Жалко. Что это за чувак? Доставщик муки. Окей. Что тут? Ты знаешь, кто там живет? Я вот не знаю, поэтому не будем впутываться в неприятности. Вот этот чувак кажется крайне милым. У него есть попугай, это хипарь. Ну, давайте пообщаемся с ним. Привет. Привет. Я заметила, что ты его откармливаешь. Ха-ха-ха. Агата, на что ты намекаешь? Она уже думает о том, как можно этого попугая разрезать и зажарить. Я знаю Агату, вы тоже знаете ее. Надеюсь, не ради того, чтобы съесть? Конечно же нет. С чего ты взяла? Я решил покормить его любимыми лакомствами. Он давно их не ел? Ну, ладно. Ха-ха. Я пойду. Хорошо, береги себя. Так, заскочим. Это скобяная лавка. Там нет ничего, что может мне помочь с мясоедением. Поищем еще что-нибудь. Но, блин, это единственный магазин, который я знаю в округе. По-моему, когда мы играли за Нику, других магазинов не было. Ладно. Перейдем через дорогу. Посмотрим, что может быть с той стороны. Может, сходим снова на свалку. У бомжа! Друзья мои, у бомжа может быть то, что нам нужно. Не думаю, что они смогут мне помочь. А в магазин зайти нельзя, да? Супермаркет продолжает снижать цены. Уверена, что мясо там тоже дешевое. Но такого хорошего, как у нас, нет нигде. В супермаркете могла бы быть пустая книга. Возможно, это какой-нибудь блокнот, да, с красной обложкой. Как лежал у Ники на полу. На этой улице я знаю только три дома. Дом Ники, Свой и Мамин. Да, они в разных местах. Здесь кафешка. Создателей мира больше нет. Опачки! А ветеринарного магазина я что-то не припоминаю. Его же раньше не было здесь. Откуда он появился? Привет, Айболит. Привет. Наверное, он любит животных так же, как и я. Животные очень клевые, правда? Да, они крутые. Почему ты прячешь деньги? Я ничего не прячу. Я пойду, у меня есть дела. Да, конечно. Блин, может зарезать его, а? Давай-ка, Ника, попробуем. Не уверена насчет этого. Можно было бы попробовать зарезать попугая, но это было бы жестоко. Попугай очень милый и хипаря будет жалко. Он довольно приятный молодой человек. Котика тоже резать я не хочу. Ника ведь просто так не режет животных. Она режет их... Ой, я вот запутался. Она режет их только в тех случаях, когда... Хочется есть. Что это за странное место? Привет. Там, кажется, тесновато. Немного, угу. Такова судьба толстяков. Хочешь купить лотерейный билет или что? Ну, это же прожигание денег, да? Чего? Моя подруга Ника говорит, что лотерея это прожигание денег. Ну, не всегда. Когда-нибудь играла в лотерею жирного черного кошака? Нет. Ладно, объясню. Как все тут устроено. Розыгрыш уже скоро, но ты еще успеваешь поучаствовать. Сначала нужно купить билеты. Ты можешь купить один или несколько, но только раз. Купив билеты, нельзя купить еще, чтобы сыграть получилось только один раз. Потом, в определенный момент, жирный черный кошак проведет розыгрыш. Ииии... Если он вытянет твой билет, ты получишь кучу денег. А если мой билет не будет выигрышным? Ну, тогда получится, как говорила твоя подруга. Прожешь деньги. Если хочешь повысить свои шансы выиграть, покупать придется не один билет. Тут ничего не поделаешь. Но подумай хорошенько, прежде чем тратить деньги. Ведь я, как я уже сказал, можно сыграть только один раз. А решить нужно сейчас? Ну нет. Можно сейчас, можно позже. Но жирный черный кошак уже совсем скоро проведет розыгрыш. Так что я бы на твоем месте не затягивал. Но ты согласна или как? Да, у меня есть деньги, давайте купим билет. Можно мне один билет? Чудесно, но сперва давай деньги. Эх, это мои последние сбережения. Держи свой билет. Круто, а если бы я деньги тогда потратил в церкви и в автомате? Розыгрыш уже совсем скоро. Приходи позже, чтобы узнать, выиграла ты или потратила деньги впустую. Ладно. А что это за черный жирный кошак? Это тюремная лотерея, поддерживающая жирных уродцев. Эммм... Ха-ха, я того же мнения. Ага, то что за хрень? По-моему, мы не туда вложили деньги. Ты жирный уродец? Да. Это твоя тюрьма? Да, этот маленький дом тюремная камера для заключенных центра. Но почему тебя туда засунули? Позволь объяснить. Оказалось, что правительство упекает в тюрьму жирных людей, которые не хотят заниматься спортом или садиться на диету. Это довольно жестоко. Они говорят, что мы угроза для общества, поскольку наш стиль жизни подает плохой пример детям. Что в системе здравоохранения мы слишком дорого обходимся, что занимаем слишком много места. А еще способствуем глобальному потеплению и плохо пахнем. Потому что в наказание они помещают нас в эти будки. Блин, ну это жестоко, действительно. И заставляют продавать билеты лотереи жирного черного кошака до самой смерти. Оу. В общем-то, не так уж и плохо. Те из нас, кто лысые или волосатые, считаются чрезвычайно опасными уродливыми жирдяями. Их приговоряют к смерти, потому что они слишком опасны. Мне тебя жаль. Правда, совсем чуть-чуть. Не переживай, я в порядке. Мне достаточно наблюдать за другими людьми, проходящими мимо. Я ходить больше не смогу, потому что никогда не вылезу из этого ящика. Хотя я и раньше-то не мог. Я просто перекатывался. Хочу купить еще билетов. Ты не можешь купить еще билетов, я же говорил. У тебя только один шанс купить. Сколько решаешь сама. Но не грусти, розыгрыша еще не было. Возможно, тебе попался именно выигрышный билет. Когда я смогу узнать, выиграла я или нет? Пока не ясно, когда будет проведен розыгрыш и выбран выигрышный билет. Ты увидишь это на подсвеченной вывеске слева, которая с красными огоньками. Пора идти. Надеюсь, черный жирный кошак принесет тебе удачу. Я, бедный несчастный толстячок, тоже на это надеюсь. Так, сайта, что за место? Оу. Возьму. Это купон на скидку, да? Возьму себе листовку. Ты кто такая женщина? Она должна знать, есть ли здесь книга с чистыми страницами. Прошу прощения. Я ищу книгу с пустыми страницами. В вашей библиотеке такая есть? В библиотеке есть компьютер, с помощью которого читатели могут сделать подобный запрос. Будь добра, сходи на второй этаж и сделай соответствующий запрос. Окей, я пойду. Кстати, тут есть вывеска, что читатель месяца это как раз таки ника. Неплохо. Дверь без ручки. Думаю, она откроется, если провести картой доступа по устройству для считывания карт правее. Но у нас ее пока нету. Так, надо подняться на второй этаж. А ты кто такой? Привет. Здравствуй, чем могу помочь? Я ищу книгу с кучей страниц. Ну, такую просто найти в библиотеке. Этажом выше целая гора книг и во всех полно страниц. Это понятно, но мне нужна такая, в которой при этом ничего не написано. Чистая книга? Да. Не думаю, что у нас есть такая книга. Но ты можешь воспользоваться компьютером наверху, чтобы ее поискать. У этого аппарата определенно память лучше, чем у меня. И я уверен, что с ним у тебя получится найти что-то... То, что ты ищешь. Ладно, поищу. Может, тебе повезет. Кстати, зачем тебе пустая книга? Секрет. Чем он тут занимается? Что ты делаешь? Собирался напечатать несколько копий, но не смог. Почему? Разве та штука позади не Ксерокс? Ксерокс, но он заблокирован. Нужна карта доступа, чтобы им воспользоваться. А-а-а, и у кого же карта? У меня? Ха-ха. Ну, должна была быть. Поскольку меня назначили ответственным за библиотечное оборудование, но я ее потерял. Точнее, не помню, куда положил. Короче, я не знаю, где она. На самом деле знаю, но не знаю, как найти. Ну, знаю, как найти, но не хочу искать. Ха-ха, ты поехавший. Поскольку, если пойду искать и найду, то снова потеряю. Я уверен. Точнее, снова забуду, где я ее оставил. Ладно, ладно, хватит уже. У меня из-за тебя голова разболелась. Прости, я просто нервничаю. Это мой первый рабочий день, а я уже умудрился потерять карту доступа. Помоги мне. Я не могу, у меня есть дела. Пожалуйста. Нет? И не смотри на меня так, ты напоминаешь мне моих животных. Если не поможешь, меня уволят. Мне пофиг. Правда пофиг? Да. Ну, просто у меня есть очень важные дела. Ну, пожалуйста. Фу, ты невыносим. Ладно, просто скажи, что мне делать, но ничего не обещаю. Чудесно? Всего лишь нужно отыскать карту доступа и принести ее мне. Но если ты не знаешь, где ее оставил, как мне ее найти? Что ж, я припоминаю, что этим утром оставил ее между страниц одной из библиотечных книг. Внутри книги? Да, я рассматривал книжные полки и нашел очень старую книгу, покрытую пылью. Похоже, к ней долгое время никто не притрагивался. Я подумал, что оставить карту в ней – прекрасная идея. Поскольку тогда я всегда буду знать, где она, и никто ее не найдет. Но это вышло мне боком, и я забыл, в какой именно книге ее оставил, и теперь не могу найти. Не легче было носить ее в кармане? Возможно, но у меня нет вещей с карманами. А разве в компьютер не записывается, когда в последний раз брали книгу? Записывается компьютер на втором этаже. Но у меня мониторофобия, поэтому я не могу посмотреть сам. Ты очень странный. А где твой начальник? Начальница, а это женщина рядом с выходом. Почему ты просто не попросишь новую карту? Если она узнает, что я ее потерял, она меня уволит. Мне нужно производить хорошее впечатление и делать то, что она велит. Сегодня я должен был сделать несколько копий и отнести их в кладовку. Но без карты я не смогу сделать ни то, ни другое. Так ты мне поможешь? Ладно, я осмотрюсь и попробую найти твою карту. Спасибо. Ну хорошо, погнали, сходим на второй этаж. Полазим по компьютеру. Может быть там найдем пустую книгу, а может быть даже карту этого чувака. Сейчас станет известно. Не знаю, что это за компьютер и насколько сложно будет это сделать. Может вообще в этих книгах нужно было поискать? А вот и компьютер. Хорошо. Такс, поехали. Ладно, посмотрим. Итак, здесь написано, что с его помощью мы можем найти книгу в библиотеке. Поэтому если я напишу название книги или связанное с ней слово, он подскажет в какой секции она находится. Удобно. Посмотрим. Чистая книга. Ммм, введу запрос чистая книга. Вряд ли это сработает, но почему бы не попробовать? Давай. Никаких результатов. Парень у ксеркска сказал, что оставил карту в старой книге, покрытой пылью. Словно к ней не притрагивались веками. Поищу книги, которые меньше всего брали, и посмотрю, что он выдаст. Давай. Итак, книги, которыми меньше всего интересовались. Словари. Находится в литературной секции полка 3D. Дорожная карта Атлантиды. Находится в географической секции полка 2А. Как смастерить своего разрушительного робота? Находится в научной секции полка 1D. Ясно, нам нужны эти три. Я пошла. Такс. Первая полка 1D, получается. Это научная секция. Там книги о математике, технологии, животных, человеческом теле и тому подобном. Тогда мне нужна эта полка. Полка 1D. Такс. Вот. Здесь. Пособие по конструированию... Ага. Пособие по конструированию роботов должно быть где-то здесь. Это одна из самых непопулярных книг в библиотеке. А что это там? Записка? Я думаю, это Ника ее взяла. Давайте попробуем лестницу подвинуть. Похоже, ее взяла действительно Ника. И нужно будет наведаться к ней, чтобы взять эту книгу и посмотреть, лежит ли там карта. Такс, погнали. Поднимемся. Че интересно написано в записке? Поглядим, поглядим. Не могу найти книгу под названием «Как смастерить своего разрушительного робота». Посмотрим на бумажку. Это записка. Если вы ищете книгу о конструировании роботов, то я ее взяла. Увы. Надеюсь, карта доступа не в этой книге. Прикольная отсылочка. Не знаю, пригодится ли она нам по игре, но отсылочка, безусловно, прикольная. Такс, я помню также 3D вот здесь. А нет, романы и рассказы. Нет, вот мне нужна... Романы и рассказы, да? Нам сюда. Полка 3D. Если я не путаю 3D, это вот здесь. Здесь книги о том, как правильно писать. Все, что связано с грамматикой и орфографией, а также словари. Вот, все верно. Кстати, одной из наименее популярных книг был словарь с этой полки. Давай возьмем ее. Это толстенная книга и есть словарь. Карты доступа здесь есть, но нет кучи слов. Ладно, хорошо. Карты доступа тут нет. Тогда нам нужен отдел географии. Но я забыл, какая полка. А... А... А1, по-моему. По-моему, куча книг о географии и истории. Толстые и разноцветные. А, А2 все-таки. Нужно посмотреть, нет ли в ней карты доступа. Так, бери. Я отсюда не дотянусь. Ладно. Давай. И еще раз. Либо в этой книге будет карта доступа, либо придется реально возвращаться к Нике. Тут два варианта. Дорожная карта Атлантиды должна быть где-то здесь. Вау, я ее нашла. А что насчет карты? Посмотрим. Круто. Карта доступа. Заберу ее, а книгу верну на место. Прикольно. Повезло. Не придется бежать к Нике. Чувак будет благодарен. И с помощью этой карты доступа можно попытаться зайти в то закрытое помещение. Вероятно, это какой-то склад. Или тайная комната. И, короче, там может лежать та самая книга, которую мы ищем. Пустая. Без слов. Ну, а на этом, друзья, мы пока с вами остановимся. Продолжим в следующий раз. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok